Для нового ардуино проекта мне понадобилась черно-белая гиф-анимация. Сначала я написал свой онлайн-конверт разображений и вручную поконвертировал пару гифок. Но потом в интернете нашел более простой способ преобразования, которым я с вами с удовольствием делюсь. Ссылка на автора программы будет в комментарии под роликом. Как и где применить эту анимацию вы скоро узнаете, если подпишетесь на канал и включите колокольчик. Всем привет! Вы на канале Киберлаб. И без лишних слов я сразу перехожу к сути. Для начала нужно скачать и установить программу просмотрщика iPhone View. Запускаем приложение. Открываем гиф-анимацию. Теперь извлекаем из этой гиф-анимации все кадры. Вот они все кадры извлечены. Идем дальше. Теперь преобразуем эти кадры в черно-белый вид. Для этого выбираем здесь два цвета. Сглаживание Floyd Stenberg. Далее размер. Можно по длинной стороне или по короткой, в зависимости от самого изображения. Вот теперь выбираем все эти кадры. Добавляем. И нажимаем выполнить. Все, вот они появились, наши кадры. Анимации преобразованные в черно-белый вид. Теперь при помощи приложения OLED Animation эти изображения можно преобразовать в формат, понятный компилятор. Для этого кладем все изображения в папку вместе с приложением OLED Animation и запускаем его. В правом окне приложения мы получаем данные всех кадров анимации в формате C. Копируем их и вставляем в пустой заголовочный файл. Ну вот, полдела уже сделано. Теперь осталось скопировать скетч для Ардуино. Но формат предложенного скетча совершенно не оптимизирован, и его дальнейшее использование будет затруднительно. Поэтому я создаю массив указателей, в котором прописываю все имеющиеся кадры анимации в том же порядке, как они пронумерованы. Для воспроизведения анимации я вызываю простейшую функцию и передаю ей все требуемые параметры. Размер изображения по горизонтали, размер по вертикали, длительность задержки между кадрами, количество кадров анимации, количество повторов анимации, имя массива и цвет. Вот здесь включена инверсия или выключена. Ну и в общем-то и все. Теперь давайте посмотрим, что получилось. В итоге получилась не очень красивая анимация, так как у нее слишком сложный фон с тенями, отражениями. А также черты автомобиля недостаточно контрастны. Поэтому для черно-белых гифок нужно подбирать исходники со сплошным фоном, как на этих кадрах. Для получения более качественного изображения можно воспользоваться онлайн-конвертером. Здесь можно выбрать изображение. Указываем размер. И ползунками яркость и контрастность добиваемся максимально приемлемого качества. Когда качество уже устраивает, можете задать имя файла. И вот он, собственно, весь файл. Можно скопировать и сохранить. Из недостатков этого преобразования можно отметить тот факт, что каждый кадр придется обрабатывать вручную. Но, в принципе, это не так сложно. К тому же, это идеальный конвертер для преобразования статических изображений. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поддерживать канал лайками и подпиской. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»